Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня программа на виду в гостях у народного коллектива театра «Сталкер». И мы говорим с режиссёром Ириной Рудовой. Здравствуйте, Ирина Валерьевна. Здравствуйте. Руководитель небольшого театра в провинциальном городке, режиссёр. Это то, о чём вы мечтали? Всегда? Я не могу сказать, что я об этом мечтала, я к этому пришла. Как ни странно, в детстве я мечтала стать юристом, но поскольку с 7 лет я начала заниматься, я жила в городе Бердске, и начала заниматься в хореографической студии, да, я даже, а потом я мечтала быть и балериной, кем я только не мечтала, мои мечты трансформировались. Вот. Но поскольку я связалась с танцами, и, наверное, не только с танцами, потом и с пением, и с чтением, то есть моя такая и детская жизнь, и подростковая, и юношеская, она была тесно связана с творчеством. Совсем. Поэтому, и хотя я закончила моё первое образование техническое, то есть я закончила Бердский электромеханический техникум, 10 лет отработала на Бердском электромеханическом заводе, где выпускалась бритва Бердск, косметический прибор «Ромашка» и так далее, и так далее, и так далее. Он у вас есть, косметический прибор «Ромашка». Был когда-то. Вот. А в 91-м году моя судьба поменялась вот так круто. Благодаря моей подруге, она пригласила меня попробовать свои силы именно уже в культуре. И с 91-го года я работаю в культуре. Сначала в городе Бердской, и теперь уже в городе Искитиме. И почти 25 лет я отработала режиссёром массовых мероприятий. И вот уже 4 года я здесь как руководитель театра. Роман пришёл. Все, простите. Роман уже присели. Все присели. Позвать сеньора Мартина с супругой и дочерьми, Графа Ансельмо с его прекрасными сёстрами, Вдовствующую госпожу Витруеву, Сеньора Планченца и его милый племянниц. Ирина Валерьевна такой режиссёр, она по-своему доносит информацию, она как-то подстраивается под нас так интересно. И у неё своё видение спектаклей. Хотелось бы связать свою жизнь с этим. Я учусь в колледже культуры. Хочу дальше как-то двигаться по творчеству. Всё, спасибо! Искитимский зритель очень благодарен, поскольку он не столь искушён, я бы сказала так. И всё, что делается в Искитиме, какие бы шоу-программы не запускались, концертные программы, праздники. Зритель благодарный. И с охоткой откликаются на все предложения. И ещё я заметила, что всегда награждают аплодисментами жаркими. Что бы ни было, сколько бы зрителей ни было в зале, аплодисменты всегда от души. Поверьте, артисты на сцене это точно знают и точно чувствуют. Говорят, что работа должна приносить деньги, и удовольствие. Вот у вас два этих фактора сочетаются, или всё-таки чего-то одного больше? Ну, о деньгах в культуре я бы не размышляла, потому что я думаю, что культура – это такая сфера, которая прежде всего приносит удовольствие. И сюда редко очень попадают люди, которые идут исключительно зарабатывать деньги. Потому что, ну, все знают, что у нас культура была когда-то по остаточному принципу. Недалеко это положение ушло и сейчас. Прежде всего здесь работают энтузиасты. И нам говорят, да, вы больные на голову, да, вы ненормальные, да, мы ненормальные. Потому что отдавать то количество энергии, которое отдают работники культуры, иногда не получая взамен ничего, ну, это надо родиться культработникам. А сколько у вас людей в театре занятых? У нас нет состава, так скажем, закрепленного. Он плавающий состав. Ну, во-первых, пользуясь случаем, я бы очень хотела пригласить и обратиться к жителям города Искитима. Не бойтесь театра. Приходите, ищите себя, находите. Возможно, вы найдете себя именно в театре. Когда я слышу отговорки, что времени не хватает, я в это не верю. Потому что я сама прошла через самодеятельность. Я вижу, сколько самодеятельности занимается, в том числе взрослые, в том числе с детьми, с внуками и так далее. И два часа, три часа в неделю всегда можно найти на себя любимого. Поэтому, если вы придете к нам, вы не только окунетесь в эту волшебную атмосферу, но еще и друзей найдете, что-то новое узнаете, находить что-то новое в любом возрасте интересно. А возраст вашего театра, он какой в среднем? Он разный. Средний, ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы немножечко омолаживался. У меня есть группа возрастная, так скажем, дамы элегантного возраста. Это те девушки, я их всех девушками называю, которые и в хоре поют, которые и танцуют. И они сюда с удовольствием приходят, не пропуская ни одну репетицию. Есть средний возраст, есть молодежь. С детьми я пока не занимаюсь. Я думаю, что для занятия с детьми нужно набираться опыта. И мне в том числе. Вот, молодежь. Сталкер – это творческая студия. Здесь за представление не получают зарплату. Нет, конечно. Конечно, никакой зарплаты. На зарплате только руководитель. Руководитель кружка. Творческого объединения у нас так это называется. Остальные, конечно же, это опять же люди, влюбленные в театр. Поэтому у нас состава основного нет. У нас может быть плавать. Вот я, ну, захотелось мне поставить «Бабий бунт» по произведениям Шолохова. Я несколько произведений объединяла. Я попросила помощи у творческих людей. Кому я в первую очередь обратилась? Конечно, к своей родной златице, где я занимаюсь, ансамблю народной песни. Потому что там мужчины. Вам народу многое нужно было для этого посмотреть. Да, да. И они откликнулись. Я обратилась к другим творческим людям, которые не занимаются декомолодость. Они откликнулись. И вот так каждый раз я привлекаю кого-то нового. Это был первый спектакль? «Бабий бунт»? Нет, это был второй. Первый спектакль был у нас в 2018 году. Я пришла работать в 2018 году. Был спектакль по пьесе Нина Семенова «Семь мисок». Потом появился у нас «Бабий бунт». Вот такой многосшибательный, яркий, веселый, музыкальная комедия. И, соответственно, это ближе зрителю. Мы его дали два раза. Должны были чаще, но помешала, как обычно, пандемия. Ну, вот что, товарищи! Это что ж это такое-то, а? Мы на них спину рвем, а они... Так что не так, так щелк полду. На этого не смотри. С этим не здоровайся, а? Да? За сколько терпеть-то мне, а? Да, никакой тяжелый. А хотя это все на мне? Крыша у сарая упала? Так корова его три дня на руках держала? Все, товарищи председатель, жить я с ним. Отказываюсь. Я женщина и тоже свои права имею. И третий спектакль, который вышел готовый, это спектакль «Кухня», где участвуют три актрисы, полтора часа. Они, как профессиональные актрисы, держат зал. Все наши спектакли были отмечены дипломами Международного фестиваля театрального «Золотая кобра». Кухня стал и победителем гран-при, победителем еще нескольких конкурсов. Актрисы были отмечены. В общем, мы растем. Мы растем. Сейчас в работе еще два спектакля. Работа эта давняя уже, больше года, потому что, опять же, прерывание на пандемию, на карантин. Все это влияло. Это сбивает с ритма, это сбивает с творческого процесса. Сейчас готовятся еще два спектакля. Один молодежный, а один, так скажем, на любого зрителя. Матвей, у тебя все сложно, да? То есть, на два персонажа работаешь. Матвей, второй, надрыв, дедай. Поехали. На вид мне лет семь. Я живу в больнице. Потому что у меня... Потому что у меня рак. Я все время хотела играть, петь что-то. Смотрела всякие фильмы, и мне очень хотелось. Ну, я думала, в кино, в кино, но театр ближе оказался. А почему? Как ты это поняла? Когда я сходила в театр. Ну, я сходила на детское мероприятие. Там показывали сценки. И я посмотрела, там был кот Леопольд. И играли так просто невероятно. Старый дом показывал как раз. И я сказала, все, я хочу. Но я пришла только в девятом классе. Когда я училась после школы, уже в колледже, я очень любила вот эту постановочную деятельность и быть ведомой режиссером. Когда я устроилась на работу, я стала режиссером детского коллектива. И сюда я пришла, чтобы идти за режиссером. То есть, там я режиссер, здесь я актер. Это две разные роли. И мне нравится и в этой роли, и в другой. Когда смотришь постановку какую-то, ну, просто любого большого города. Не обязательно Москва, Петербург. У них, значит, что там сцены вертятся, снег идет. А что вообще в распоряжении есть у вас? Чем вы, что вам служит в помощи, в декорациях? Что есть? В распоряжении сцена. Черная одежда. Ну, вот здесь мы сидим, репетиционный зал. Когда мы покажем спектакль, то есть сцена, большой зал тоже наряжается в черной одежде. Потому что это по классике. Ну, и поскольку все-таки я иду по классике, и нет у меня в распоряжении ни крутящейся сцены, ни каких-то особых шумовых эффектов. Используем атрибутику минимальную. Минимальную. Вот, например, скамеечка, на которой мы с вами сидим. Я не знаю, сколько лет, но, наверное, около 30 точно. То есть она использовалась еще в те времена, когда начинал образовываться театр. Вот здесь у нас есть атрибуты, которые изготавливались нашими энтузиастами. Просто так, без денег. Несут, дарят. Когда объявилось, что нужны какие-то салфетки, несли салфетки. Когда сказалось, что нужны прялки старые, несли прялки. То есть у нас в Искитиме очень много неравнодушных людей. Но еще, к счастью, нам ведь помогает ДК. Поэтому шьются костюмы. Не скажу, что по первому требованию, потому что мы не единственный коллектив. Делаются какие-то, какой-то реквизит. Проблема, я думаю, что на данный момент, это все-таки в нехватке артистов. Потому что особенно в мужчинах. Ну, наверное, это проблема. Это какой-то комплекс? Что вы думаете по этому? У мужчин, наверное, да. Наверное, какой-то. Считают это несерьезным. Считают это каким-то клоунским, что ли. Тем более здесь очень такие серьезные профессии. То есть у нас заводы. То есть это мужчины, рабочие. И вдруг, что там, я пойду в какой-то там театр. Играть какого-то там, не знаю, иудушку Головлева. Хотя у меня очень много задумок. Но в одном месте сталкиваешься, что не хватает именно мужского участия. На женщинах далеко не уедешь. Хотя, да, женщины это двигатель прогресса. Да, как обычно. Всюду, всегда и везде. Вот других проблем я не вижу для себя. Потому что у нас есть где заниматься. Нас поддерживают, если нам что-то нужно. Главное желание. Главное желание. Это единственное, что у нас с избытком. И чем мы можем поделиться. Поэтому вот основная проблема в этом. Конечно, еще проблема может быть в том, что поставили спектакль. Показали мы его здесь. Свозили на конкурс. И нам приходится откладывать спектакль. Потому что поехать куда-либо нам нужен автобус. Везти не только артистов, но и реквизит. А это уже проблема. Для города Искитима это проблема. То есть мы не можем выехать никуда. Показать. Хотя нас ждут. И знают нас. И приглашают. Но мы отвечаем тем, что мы не можем съездить. Вот это, пожалуй, проблема. Но это не для театра проблема. Это проблема, наверное, для всей культуры. Что у нас нет транспорта. Когда идет спектакль? Особенно его премьера. Где вы находитесь? За кулисами. Что вы делаете? Переживаю. Ну, во-первых, моя первая задача перед выходом артистов – их настроить. Есть какой-то ритуал? Ну, определенный. Да, определенный ритуал. Мы должны сплотиться. Мы должны знать, что мы друг за друга. Очень часто артисты знают не только свои реплики, но и реплики своих товарищей. И подсказывают. Ну, а моя задача – за кулисами смотреть. Это на премьере конкретно. Если это не премьера, я сижу в зале. А на премьере я должна отследить. Я должна вовремя поддержать актера, если он разволновался. Бывает и такое, забывают слова. Я должна подсказать, я должна вовремя что-то подпринять. Далее, в последующие разы я нахожусь в зале. А вы можете отвлечься и погрузиться в спектакль? Или у вас это не получается? Да, абсолютно могу. И более того, я это делаю даже на репетициях. Когда понимаю, что идет хорошо, и когда игра идет, когда актеры поймали кураж, я забываю, что я на репетиции или просто на спектакле сижу. Да, я могу погрузиться. И я плакала. Я плакала во время репетиций. Вот спектакль «Кухня» у нас достаточно драматический спектакль. И я плакала не раз. И не только на премьере, но и на репетициях, и на конкурсах. На конкурсах плакали члены жюри. Почему? Там достаточно сложная история. История трех женщин. Двух женщин преклонного возраста. Они две подруги, они еще с войны. И дочка одна из них. И отмечая 9 мая, день рождения одной из них, она получает похоронку на своего сына. Время действия 80-й год, то есть война в Афганистане. Старый, сорокалетний мужик, тебя в приживалки взял, в любовницы, можно сказать. А ты и рада. Гордости тебе нет, Эля. А ты на себя посмотри. Да ты умна что ли, не приживалка. Я? Я? Эля, да что ты такое говоришь? Как ты можешь? Она любит тебя. Она ради тебя на все готова. А ты? Сейчас же, немедленно извинись перед целью. Да и не подумай. Надоели нравоучения ее. Да и твоей мам тоже. Вот вы меня спрашиваете постоянно, от чего же я к вам не хожу? Да вы достали, потому что. Это не сделай, то не скажи. Правильность надоела ваша. И вранье. Вы специально такие темы берете? Которые каждому близки? Ну, нет, наверное, не специально. Бабий бунт. Опять же там, да, позиция женщины-мужчины. Кухня. Опять же переживание, женская доля какая-то, да? Семь мисок. Семь мисок. Это что же война? Да. Ну, специально я точно ничего не делаю. Скорее всего, это близко по духу и мне, и участницам. Потому что в основном это женщины. Вот. В Бабий бунте мне меньше всего хотелось поднять эту тему превосходства. Вот. Меньше всего. Я даже об этом не думала. Мне хотелось показать вот это, вот эту широкую душу. Русское вот что-то. Хотя это казачество, вроде как и что-то из Украины. Но нас совершенно это меньше всего заботит. Нам хочется показать, как это можно, как дружить можно, как любить можно, как можно все прощать. Вот обычные человеческие ценности, а не мериться силой. Почему вы сами редко выходите на сцену? Ну, я очень долго выходила на сцену. Сейчас, наверное, мне интереснее за сценой. Хотя мои участники просят, чтобы в каком-то спектакле я с ними поучаствовала. Ну, наверное, я даже уже где-то их боюсь. Потому что они растут. Они растут как актеры. Вот. А я же должна расти как режиссер. Это не... Это мое главное сейчас предназначение. Но возможно. Все возможно. Поэтому. Зачем эскетиму театр? Я считаю, что в любом цивилизованном обществе должна быть такая сфера, как театр. Даже атмосфера, я бы сказала, как театр. Потому что в театре можно увидеть все. Здесь можно показать любые срезы. Мы этим пока не увлекаемся. Но вот если вы задаете вопросы, что почему брали такие темы, то, наверное, и зритель мог задать себе этот же вопрос. Здесь можно увидеть все. И радость, и печаль, и любовь, и ненависть. Все как в жизни. К сожалению, у нас сейчас все меньше и меньше читают. Я имею в виду книгу. Но зато можно увидеть. Эту книгу можно увидеть уже постановочно. И, наверное, это более наглядно, более красиво. А когда еще видишь своих кого-то, я считаю, что это дорогого стоит. Это и гордость, это и умиление, это и радость. Поэтому он просто необходим. И у нас есть театр. Но взрослый пока у нас только сталкер. У нас замечательный есть музыкальный театр в музыкальной школе. Замечательный есть театр в ДК «Октябрь». Я имею в виду в классическом понимании. Да. Но вот он нужен. Нужен нам театр. Я считаю, что общество не может считать себя цивилизованным, если он не любит и не понимает театр. Это значит, что значит не любить театр? Это не любить литературу? А как можно быть воспитанным человеком, не прочитав ни одного произведения по этому? Здесь все очень взаимосвязано. Все. А в театре все отображается. И танцы, и песни, и чтения, и все, что угодно. И любая атмосфера жизни. Хорошо. Спасибо, Ирина Валерьевна. Пожалуйста. Уважаемые телезрители, вы смотрели программу «На виду». Сегодня мы были в гостях у народного коллектива театра «Сталкер» и говорили с его руководителем Ириной Валерьевной Рудовой. Всего вам самого доброго и любите театр. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова